Тесное помещение, ряды кроватей, совсем небольшая кухня и скромная бытовая техника. В холодильнике почти ничего нет. Могу тут сказать, пусто. Единственная женщина в приюте – Надежда Фролова. Её из дома выгнала родная дочь. Сегодня на обед она приготовила только суп с вермишелью. Вчера на завтрак и ужин постояльцы ели картошку. Благо, ещё остались осенние запасы. Раньше всё можно было приготовить. И блины, и пекла. И песок было. Всё у нас было. А сейчас нет ничего. Всё пусто. Долгое время приют «Тёплый дом» жил на благотворительные средства. В том числе французской организации приходов православной церкви и заработки тех постояльцев, которые ещё могут трудиться. Но после введения карантина бездомных на работу никто не берёт. А у благотворителей свои проблемы. Как вот нам французы тоже перестали помогать. В связи у них там сложилась такая сейчас ситуация, видать, в стране. Если в прошлом году я ещё как-то мог позволить купить мясные какие-то, даже к их рациону что-то из мясного, то начиная уже с января уже в основном картошка, крупы, макароны изделия. Из-за отсутствия средств пришлось заморозить строительство нового дома для постояльцев. По задумке Романа здесь должна быть столовая, санузел, котельная и спальня. Работы идут уже несколько лет. Стройматериалы собирали всем миром. Трудились тоже сообща. Осталось завершить отделку и купить сантехнику. На это необходимо около 200 тысяч рублей. Тут вот с потолками доделать, электрику доделать, поставить санузлы, душевые две кабины, которых у нас тоже нет. Найдутся у нас вот кто бы нам помог с финансированием, то я думаю, что мы бы уже могли бы к лету всё это сделать. Сейчас в приюте живут 12 человек. Историю всех разной. Владимир Шовников приехал в Камешковский район из Сочи. До этого много лет колесил по стороне. Искал подработку, скитался и бродяжничал. Ну так получилось. Я никого лично не виню, при себя тоже не виню. Ну так получилось. Жизненно, как говорится, необходимость была. Где-то, в общем, хотел денежку заработать. Ехал. Там хорошо, там хорошо. Я и на море работал и сделал. Тёплому дому срочно нужны продукты, постельное бельё, строиматериалы и бытовая техника. Чем ещё помочь бездомным, можно узнать на сайте приюта или на страницах организации в социальных сетях. Татьяна Гордева, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.